Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вступаем в завершающий урок нашего очередного цикла. И он посвящен очередным тайнам предпринимательства, которые заключаются в том, чтобы познать, как следует фиксировать рожденные идеи и как их оценивать для того, чтобы предлагать последующие коммерциализации. На предыдущих уроках мы с вами рассмотрели целый ряд интересных вопросов, которые представляют тайны для многих из тех, кто становится на путь предпринимательства. Давайте коротко вспомним и обозрим те уроки, которые мы с вами преодолели и те тайны, которые мы познали. Итак, в начале нашего курса мы говорили о том, что самое главное в бизнесе и вообще в жизни каждого человека состоит в том, чтобы познать свою миссию, то есть понять, для чего мы пришли в этот мир. После того, как каждый из нас познает миссию, мы должны сделать следующий шаг. Но, как вы помните, достаточно часто задают вопрос, что познать миссию очень сложно или даже невозможно, что это похоже на что-то мистическое и крайне непонятное. Однако, как помните, мы с вами дали ответ на этот вопрос и вместе с вами разобрались в том, что человек рожден для того, чтобы в своей жизни предпочтительно заниматься тем делом или теми делами, которые доставляют каждому из нас максимальное удовольствие. В этом и таится распознавание миссии, а вслед за ней и формулирование цели каждого человека, в том числе и целей для тех, кто стал на путь предпринимательства. Мы с вами рассмотрели, как сформулировать цель, как наметить ее, как выбрать из числа многих, которые будут вас соблазнять на вашем пути. После этого мы с вами совершили следующий шаг. Мы сказали, что для того, чтобы достичь цели, мы должны сформулировать перечень навыков, которые каждый из нас должен обрести для того, чтобы вскарабкаться на свою вершину успеха. После того, как мы обрели навыки, нам следует двигаться вперед для достижения результата, для достижения той цели, которую мы наметили. И далее в процессе уроков мы рассмотрели целый ряд дополнительных деталей, узнали множество секретов, открыли целый ряд новых вещей для себя, надеясь, они пригодятся особенно тем, кто пытается или уже обрел статус предпринимателя, или кто создал какую-либо коммерческую фирму для участия в общем потоке, в общем океане предпринимательской деятельности. Сегодня мы продолжаем этот путь. И после того, как мы уже познали также тайны вдохновения, рассмотрели приемы многих людей, которые применяли самые различные способы для того, чтобы пробудить вдохновение в себе и генерировать максимальное количество интересных идей, перед нами встает вопрос, что же делать нам с этими идеями после того, как у нас появилась одна или же великое множество идей. Вы понимаете, что память – это, к сожалению, несовершенный инструмент, и многое из того, что мы еще помнили сегодня, завтра уже забывается. И с каждым прошедшим днем картина воспоминаний тускнеет. Что же нужно сделать для того, чтобы этого не произошло? Как показывает опыт множества изобретателей, многих людей, которые изобретают и занимаются креативом в самых различных сферах, идея должна быть зафиксирована. То есть в процессе ее рождения вы можете составлять различные схемы, графики, чертить изображения, составлять различные, скажем, рисунки, и, в общем, производить любые действия, которые в той или иной мере помогут вам эти идеи запомнить. С тем, чтобы в нужный для вас момент вы снова могли их воспроизвести, во-первых, для того, чтобы вспомнить, что это была за идея, а во-вторых, для того, чтобы продолжить работу над ней. Поскольку, как вы помните, наверное, один из обязательных этапов развития идеи – это ее дальнейшее инкубирование. То есть должен быть определенный инкубационный период как на стадии рождения идеи, так и на стадии ее последующего развития и совершенствования. Здесь следует обратиться, наверное, будет самым лучшим вариантом или способом обращения к практике тех людей, которые рождали идеи, и которые их в разных формах фиксировали. Для того, чтобы вы лучше этот механизм сумели понять и воспроизвести при необходимости. В свое время очень многие люди занимались этими проблемами и подходили к моменту или к механизму фиксации идей самых различных позиций. Обратимся к тем, кто излагал это, скажем, в литературных произведениях. В частности, Льюис Кэролл в своем произведении «Алиса в стране чудес» написал так. То есть мы приведем сейчас диалог из, скажем, этого произведения, который как раз-таки подтверждает необходимость фиксации идей. В частности, «Этой ужасной минуты я не забуду никогда в жизни», сказал король. Я напоминаю вам слова из известного произведения. «Забудешь», – заметила королева, «если не запишешь записную книжку». Точно так и вам следует завести блокнот, записную книжку, дневник. Если это компьютер, то сделать отдельный файл, в котором вы должны воспитывать в себе такую привычку, поскольку не все, к сожалению, достаточно владеют, скажем, основами самодисциплины, но тем не менее, даже если вы пропустили какое-то время для фиксации своих идей, вновь и вновь возвращайтесь к этому способу и продолжайте их фиксировать. Если вы таким образом будете работать с идеями, то вполне естественно, что у вас будут и хорошие результаты. Поэтому, продвигаясь дальше по нашему маршруту, мне хотелось бы, чтобы вы взяли на вооружение вот это замечательное правило. «Память – прекрасное качество, но записи – ее страховая компания». К этому мне хотелось бы добавить еще одно интересное выражение. В свое время я внимательно не только прочитал, но и изучил книгу французского автора Эрнеста Демнета. Так вот, он в ней уделяет очень много внимания именно фиксации мыслей, фиксации идей. И он говорит, человек, потерявший свои записи, похож на человека, лишившегося памяти. То есть, как видите, многие те, кто опытным путем прошли эти стадии, то есть стадии не только рождения, но и фиксации идей, придают очень большое значение этой процедуры, которая может быть, на первый взгляд, кажется унылой, ненужной, скажем, рутинной. Но дело в том, что без этого процесса произойдет, скажем так, утечка информации, и то нужное, что вам необходимо для последующего развития, этого вы просто можете лишиться. Поэтому, продолжая этот процесс, а именно познание наших тайн и секретов, и углубляясь в механизм фиксации идей, мне хотелось бы также напомнить вам слова Ральфа Уолда Эмерсона, который сказал так, на эту же тему, применительно к фиксации идей. Внимательно следите за своими мыслями. Они приходят незаметно, подобно птице, появившейся в ветвях дерева, и исчезают, как только вы возвращаетесь к своим делам. Поэтому, если у вас родилась замечательная идея, запишите ее, запишите или забудете. По крайней мере, если не всю, то многие ее составляющие части. Поэтому ваши записи и дневники – это самое надежное место для хранения ваших размышлений. Озарение быстро ускользает. Помните выражение? Как мимолетное видение. То есть, вот ваша идея была с вами, прошло время, и вы уже не можете вспомнить порой не только ее детали, но и вообще, о чем она была. Или вспомните слова Владимира Высоцкого из одного из его произведений, когда он говорил, меня недавно муза посетила, немного посидела и ушла. Вот так же может произойти и с вашими идеями, которые придут к вам, пообщаются с вами, и если вы эту птичку не посадите в клетку, то она тю-тю и улетит. Поэтому очень настоятельно рекомендую вам ввести в правила, ввести в такую жесткую, скажем даже, привычку обязанность фиксировать идеи. На первый взгляд, еще раз хочу повторить, вам может это показаться простым делом, но вспомните выражение. Все гениальное просто. Если вы добьетесь, доведете до автоматизма свою потребность, свою способность постоянно фиксировать идеи, это очень пригодится вам на вашем бизнес-пути. Теперь мне хотелось бы еще напомнить вам некоторые выражения из тех, которые в свое время также изрекли классики, причем в самых различных сферах культуры, литературы и других, скажем, сфер деятельности. В частности, в свое время Фрэнсис Бэкон сказал следующее. «Было бы полезно носить в своем кармане карандаш и записывать мысли, внезапно приходящие в голову». Как видите, очень многие были в свое время озабочены тем, чтобы те замечательные идеи, те мысли, которые рождаются у вас, своевременно фиксировались. По собственному опыту и по опыту очень многих людей, с которыми мне приходилось на эти темы беседовать и обсуждать, хочу сказать, что большинство людей по своему характеру очень креативны, особенно в юном возрасте, порой фонтанируют различными идеями. Но абсолютное большинство идей, как правило, уходит в песок. То есть безвозвратно и бесследно. И часто приходится при решении очередной проблемы начинать все сначала. Мозговые штурмы, мозговые атаки, размышления, поиск того пути, который, в общем-то, уже был пройден, и поиск решения, которое уже было ранее найдено. Здесь хотелось бы вам привести еще одно высказывание, или выражение, скажем так, которое я встречал неоднократно в различных источниках, и его повторяли многие авторы различных произведений, что непрошенные идеи обычно представляют наибольшую ценность. И так, как они редко посещают нас снова, нужно держать их в надежном месте. Как видите, очень многие самые различные источники, самые разные люди говорят об одном и том же. По-видимому, в этом и есть какой-то секрет, какая-то тайна, которая, с одной стороны, вроде бы, лежит на поверхности, с другой, несмотря на всю ее очевидность, абсолютное большинство людей не пользуются, игнорируют и несут огромные невосполнимые потери, порой даже не подозревая об этом. И еще есть интересная вещь. Вы никогда не узнаете, сколько вас посетило хороших идей, если вы не будете их записывать. Недавно я беседовал с одним генеральным директором крупной компании. И он предложил ему организовать премирование, стимулирование, награждение тех людей, которые будут вносить предложения и идеи в его компанию. Но он сказал, что в этом нет необходимости, это входит в их должностные обязанности, они за это получают деньги, и нет необходимости стимулировать дополнительно. Кроме того, он сказал, что на тех совещаниях, которые они проводят, многие очень работники вносят достаточно много предложений и идей. Но, когда я его спросил, а можете ли вы назвать точную цифру, сколько идей вашими работниками, например, было подано за прошлый год? Он сказал, нет, не помню. А какие из них были наиболее ценными? Он тоже не смог ответить. А сколько из них было внедрено? Он тоже не смог ответить. То есть, как видите, если мы планомерно не фиксируем идеи, не работаем с ними, не классифицируем, не выявляем наиболее ценные, и не стимулируем за их внесение работников, то, естественно, эта работа во многом, в общем-то, напоминает производство с огромным количеством отходов, в котором, в общем-то, в дело идет лишь незначительная часть. Поэтому, чтобы у вас не было таких громадных потерь, начните с этого простого метода. Поэтому, хотя, невзирая на его простоту, мы посвящаем этому вот такое достаточно большое время. И уверяю вас, если вы возьмете этот метод на вооружение, то пройдет достаточное время, и вы поймете всю ценность и полезность этого способа, которым вы начнете и будете пользоваться. В подтверждение этого мне хотелось бы привести и еще одно выражение, которое мне также очень хотелось бы, чтобы вы взяли на вооружение. Давайте обратимся к нему и зачитаем его. «Самые бледные чернила хранятся дольше, чем самая крепкая память». Истина опять-таки многократно повторенная, вроде бы известная, но невзирая на многократность ее повторения, к сожалению, наверное, вы можете сделать сами анализ и выявить, сколько людей не пользуются этим простым правилом. Я думаю, процентов 80, а может даже и более 90 не работают систематически, с идеями не фиксируют их, не классифицируют, не систематизируют и не отбирают новые для внедрения. Поэтому постарайтесь избежать этой ошибки и попытайтесь, чтобы те правила, о которых мы сегодня говорим, стали правилами в вашей жизни. Теперь продолжим наш путь. И в подтверждение того, что этот метод верен, невзирая на его простоту, и то, что им пользовались очень многие люди, приведу еще один пример. Обратимся к практике работы писателя Корнея Ивановича Чуковского, которую вы видите на этом изображении. В свое время Корней Иванович не только сам очень активно работал над тем, что фиксировал все свои идеи, которые приходили ему в голову, не только ввел дневник, но и тщательно учил свою дочь Лидию также писать дневник, причем настаивал и требовал от нее, чтобы она делала это каждый день. Ну вот, как видите, в практике многих людей, причем работающих в самых разных сферах, просматривается одно четкое последовательное правило. Идеи и наиболее ценные мысли необходимо фиксировать, иначе они уплывут. Теперь есть еще один замечательный пример из жизни другого нашего выдающегося соотечественника, который также уделял огромное внимание, может, у некоторых даже вызывает, так сказать, чувство у одних неверия, у других отторжения, или считают, что это мелочи. Но, тем не менее, есть такой очень интересный факт в нашей истории, который касается фиксации идей. И факт этот связан с именем великой личности, с именем Дмитрия Ивановича Менделеева. Так вот, известно, что Дмитрий Иванович Менделеев ввел свой дневник с такой тщательностью, что даже наклеивал в него трамвайные билеты и надписывал, куда, каким трамваем и по какому маршруту, зачем он ехал. Ну, вот, возможно, кого-то и удивит такая детализация. Но, тем не менее, когда человек возвращается к своим воспоминаниям, особенно те, кто пытаются извлечь из своего прошлого опыта какой-то новый сюжет, или просто описать то, что было в его жизни раньше, или обратиться для проверки каких-то фактов, то в этих случаях эти записи могут оказаться просто незаменимыми. Есть еще одна очень интересная практика, которая уже существует не в мирской жизни, а существует в монастырях. В частности, в некоторых из них обязанность ежедневно вести свой личный дневник входит, в общем-то, в постоянство. И это является обязанностью монахинь, которые дневники потом проверяются их наставницами, вот, и как бы подсказывается, как правильно вести записи, проверяется полнота отражения того, что с ними происходило, и так далее. То есть, как видите, и здесь тот же самый подход. Следует сказать, что дневники вели очень многие известные люди, ну, в частности, например, Леонардо да Винчи. Он вел свой дневник, причем он опасался, что его гениальные мысли могут быть кем-то, мягко говоря, позаимствованы, поэтому он даже писал особым шифрованным текстом для того, чтобы не могли узнать, что он пишет. Итак, что же нам нужно сделать, подводя итог этому фрагменту, для того, чтобы после рождения идеи она от нас не ускользнула? Задача – придать ей письменную, либо любую иную зримую форму. Сделайте зарисовку, набросайте схему, увяжите свою идею с какими-то смежными идеями, с какими-то другими предметами, так, чтобы она вам запомнилась. И чем больше, в более мелких деталях вы все это опишите, тем лучше будет для вас. Иначе очень сложно будет удержать ее для последующего использования. После того, как вы ее зафиксировали, какой должен быть следующий шаг или может быть следующий шаг, здесь теперь самое время поразмышлять над тем, какую пользу и кому именно эта идея может принести и в каком виде. Представьте себе и опишите подробно, в какой сфере ваша идея находится, где она может использоваться. Причем, чем более буйной будет ваша фантазия, тем лучше. Чем больше вы придумаете вариантов ее использования, тем лучше. Вы можете начинать с самых простейших идей, придумывая им максимальное количество вариантов. Но здесь хотел бы вас и упредить от бесполезного или, скажем, недостаточно эффективного использования вот этого времени, связанного с детализацией идей. Многие преподаватели или учащиеся под их руководством, или просто люди, которые изобрели идеи, пытаются иногда абстрагироваться и осуществлять привязку к каким-то абстрактным делам. С одной стороны, это хорошо, это развивает абстрактное мышление, безусловно. Но с другой стороны, лучше всего, если в свои рожденные идеи вы будете пытаться вплетать в канву своей собственной личной миссии жизни и той цели вашей, которую вы перед собой поставили. Если это сфера предпринимательства, значит, подумайте, можно ли эту идею использовать в том направлении, в котором вы уже двинулись. И чем больше вы будете пополнять свой, естественно, багаж, тем лучше. В связи с этим хотелось бы мне напомнить вам замечательные слова писателя Томаса Фуллера о том, что все мы забываем больше, чем знаем. А чтобы этого не происходило, вот старайтесь создавать какие-то свои собственные подходы, способы и схемы к тому, чтобы с вами этого не происходило и вы таких потерь не несли. Здесь мне хотелось бы привести вам пример из собственной практики в тот период, когда я проводил занятия с руководителями и специалистами коммерческих организаций в высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Там я познакомился и разговаривал с одним из конструкторов Владимирского тракторного завода. И вот он, что мне поведал. Он говорил, что у нас, как правило, рождается много идей. И когда перед нами ставят задачу разработать какой-то новый, скажем, модель какого-то трактора или другого механизма, то, естественно, особенно поначалу мы очень много напрягались, думали, рождали массу идей, создавали огромное количество новых деталей. Но постепенно жизнь нас привела к тому, что мы стали постепенно заниматься унификацией отдельных блоков, частей, механизмов и деталей. И теперь, когда нам дают новое задание на разработку нового трактора, мы уже обращаемся к нашим идеям первичным, то есть к тем чертежам, схемам, которые уже были, которые имели место быть и которые хранятся у них в архиве. И, как вы думаете, сколько процентов того, что они наработали, годится в новых механизмах? Здесь снова срабатывает принцип закона Парета. То есть порой в новых механизмах оказывается пригодными из числа предыдущих до 80% различных узлов, деталей и соединений. Вот вам еще одно подтверждение того, что своевременная фиксация идей, преобразование их в какие-то более зримые формы, схемы, детали приносит вот такую огромную пользу. И практически до 80% ваших архивных, скажем так, знаний вы можете использовать в своей практике в последующий период. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы не просто как бы фиксировали то, что вы рождаете, но и постоянно продолжали инкубирование, инкубационный свой период, вот, думать над тем, как можно эти идеи внедрить в последующем. В подтверждение того, что самые яркие изобретатели и предприниматели обязательно фиксировали свои идеи, приведу еще один факт, который, мне кажется, должен еще более убедить вас в том, что этот метод правильный, стоящий, и его стоит применять. Великий изобретатель Эдисон он не только в то время как бы не занимался еще тракторными делами, да, а занимался совершенно другими проблемами, которые существовали соразмерно как бы его времени. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно из его изобретений. Вот он изобрел фонограф и слушает, и наслаждается его звуками. Точно так же можно сказать, что многие очень авторы своих произведений, изобретатели, причем в самых различных сферах, это и технические изобретатели, и изобретатели музыки, которых мы называем композиторами, и изобретатели стихов, которых мы называем поэтами, все они по существу являются изобретателями, креаторами, создают новые идеи только в различных сферах. Так вот, Эдисон, являясь автором 1093 изобретений и до недавнего времени являвшийся абсолютным рекордсменом по числу реализованных идей, говорил, что необходимо обязательно идеи фиксировать. И своим личным опытом это подтвердил. За свою жизнь, после ухода его в лучший мир, в его кабинете обнаружили более 2000 записных книжек, куда он фиксировал и заносил самые разнообразные мысли и идеи. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить вам, что память это замечательная вещь, но записи это ее страховая компания. Причем чем больше будет ваших записей, тем надежнее будет здание, которое будет охранять ваши идеи для последующего внедрения. Точно так же, как этот огромный офис страховой компании Ллойд, которая страхует имущественные интересы многих граждан. Итак, продолжая наш путь, мне хотелось бы подвести вас к следующему шагу нашего маршрута, по которому мы идем. А именно о том, что если идея родилась, постарайтесь зафиксировать сразу. Потому что, как говорит Эрих Лежен, решения, которые не осуществляются тотчас, все больше теряют центробежную силу. Это в равной сфере можно отнести не только к идеям, но и ко всем последующим циклам предпринимательской деятельности. Мне также довелось очень много экспериментировать. я пробовал самые разные формы и способы фиксации идей и планирования последующего их выполнения. Я пользовался специальным листом, который позаимствовал из опыта работы Американской экономической лаборатории. Затем применял другой метод, обозначал точками на листе дела, потом делил листы на квадраты и прямоугольники, которые вписывал различные дела. Если вы едете в автомобиле, то удобно будет разместить рядом с собой такой схематичный план ваших дел, которые будут напоминать вам о том, что необходимо сделать, или какие мысли, идеи и планы вы на сегодняшний день, так сказать, наметили, и действовать по этому плану, развивая их дальше. Можно на отдельном стандартном листе бумаги наклеить цветные липучки разного цвета, например, размером 5 на 5 сантиметра или близкие к этому, и в зависимости от цвета фиксировать на них разные идеи, относящиеся к различным сферам. Или если применительно к каждодневной практической деятельности, то вы можете вместо идей фиксировать в них дела, но сам метод вы также можете активно применять. То есть пробуйте, экспериментируйте, поскольку каждому человеку свойственны только присущие ему методы. Что подходит одному, может отвергаться другим. Поэтому ищите те инструменты, которые будут помогать именно вам наилучшим образом в достижении ваших идей. кроме того, если вы будете заниматься только теоретическими изысканиями, то естественно уровень запоминаемости будет гораздо ниже. А давайте обратимся к китайской мудрости, что она по этому поводу говорит. Вот китайская пословица гласит. Скажи мне, скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и может быть, я запомню. Но вовлеки меня, и я пойму. То есть вовлечение в практическую деятельность как самого себя, так и других людей помогает в значительной мере в общем-то понять правильность действия того или иного механизма. Следующий шаг, который вы можете в процессе практики применить, это различное моделирование или макетирование. То есть если у вас возникла идея создания какого-то товара, продукта, изделия, вы можете соорудить макет. Ну например макет подобный вот этому макету, это макет каравеллы Санта-Мария Христофора Колумба, который, как вы знаете, на этом судне в свое время отправился в далекое плавание и которому сегодня стоит в Испании памятник в честь открытия им Америки. Дело в том, что можно просто вспомнить еще раз то, с какой страстью Христофор Колумб, которого можно считать одним из первых наиболее ярких предпринимателей, стремился в этот поход. Современники, когда мы были в Испании, гид нам рассказывал, что современник, по свидетельству современников, когда он уговаривал королеву с королем выделить ему деньги на финансирование этого похода, то он аж подпрыгивал от возбуждения и от того, какие чувства он испытывал, что он видел впереди этого похода. То есть, он четко видел свою цель, и она его к себе очень сильно влекла. Продолжая наш путь, мне хотелось бы также сказать о том, что многие другие специалисты, достигшие огромных высот в своих сферах, например, таких, как Генри Форд, также обращали особое внимание на необходимость фиксации идей, причем в самых различных формах. Генри Форд, который, как вы помните, свой первый автомобиль разбирал и собирал в своем гараже, постоянно фиксировал те этапы, по которым он продвигался, те новшества, которые он находил, те идеи, которые рождались у него в мозге в процессе сборки и разборки автомобиля, именно в части его дальнейшего совершенства. Поэтому и вы можете также выявить несовершенство всех, так сказать, сцеплений и соединений ваших идей, продолжая вот подобного рода механизм, то есть разбирая, собирая, макетируя и экспериментируя. Используйте также принцип наглядности, поскольку это очень действенный инструмент, поскольку когда вы реально видите то, что вы хотите в будущем внедрить, это очень помогает. Можете использовать различные карточки планирования, о которых мы уже говорили, и которые в свое время Герберт Кессен в своей книге «Аксиомы бизнеса» назвал принципом наглядного мышления. То есть ваши идеи получают уже какое-то материальное воплощение, отзеркаливаются и помогают вам увидеть свои достижения более глубоко и ярко. Ну, на этот счет есть, можете, конечно, пользоваться и советами различных людей, которые уже прошли этот путь, но их тоже нужно воспринимать с известной долей как бы критичности. В свое время великий, можно сказать, юморист Оскар Уаль произнес следующие вещи, следующие слова, точнее сказать. Давать советы всегда ошибка, но хорошего совета тебе не простят никогда. Поэтому прислушивайтесь к советам, но, как говорится, фильтруйте их, отбирайте и оценивайте в зависимости от того, лежат ли они, действительно ли отражают они то положение, которое существует, к которому вы стремитесь, соответствуют ли достижения вашей цели и лежат ли в русле ваших интересов. Поскольку, как вы помните, в общем-то, многие все новации, большинство людей, особенно это, если не их новации, отторгают. Поэтому судьба каждой новой яркой идеи, как правило, быть осмеянной. Чтобы этого не произошло, вы должны все пропускать через собственную практику. Все те теоретические знания и информацию, которые вы получаете, будут самым лучшим способом. макетирование, экспериментирование, моделирование и другие какие-то практические аспекты апробации вашей идеи. Это очень важный момент, потому что без этого этапа ваша идея может оказаться недостаточно обкатанной. Например, однажды я занимался решением проблемы, как повысить капитализацию одной из интернет-компаний. Своим знакомым по электронной почте я сформулировал задачу и разослал в 200 адресов с теми многими партнерами, с которыми мы достаточно часто контактируем в коммерческой сфере. 182 человека не ответили. 8 человек написали чистосердечно, что, к сожалению, помочь не могут. И лишь 10 человек направили свои ответы. Но все они были очень разными, но по-своему очень полезными и интересными. И благодаря этому мы увеличили капитализацию компании примерно в 300 на 300 процентов. То есть примерно увеличили в 3 раза по сравнению с тем, какой она была до начала тех преобразований, которые мы затеяли на основании вот этих же обращаясь к этому методу, мы можем вспомнить слова древнегреческого философа Софокла, который сказал, научиться чему-то можно только на практике. Если вы думаете, что знаете это, то не можете быть уверены, пока сами не попробуете. То есть по-прежнему сохраняется в общем-то опробированный совет, который хотя мы должны критически оценивать, но если он полезен и действительно зарекомендовал себя на практике положительно, что практика есть критерий познания. Итак, дорогие зрители, дорогие друзья, мы приближаемся к завершению нашего урока и обращая взор наш на предыдущие уроки и на сегодняшний, подведем краткий итог. Итак, мы с вами познаем тайны предпринимательства. Главной из них является познание миссии каждого человека и стремление заниматься тем видом деятельности, которые доставляют ему максимальное удовольствие, в том числе и в сфере бизнеса. После этого вы должны наметить цель и основное правило ее формулирования вы должны запомнить. Цели должны быть дерзкими. После этого вы должны сформулировать также четко перечень тех навыков, тех умений, тех знаний, освоение которых поможет вам вскарабкаться на вершину своего успеха. И затем приступить к активному действию, фиксировать рождающиеся идеи и искать максимально эффективные способы их реализации. Позвольте на этом пути вам пожелать грандиозных успехов, впечатляющих результатов, прекрасного настроения и хорошей альпинистской выправки, чтобы вы непременно достигли тех рубежей, тех высот, которые вы перед собой наметили. Успехов вам в вашем бизнес-походе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok